Время, когда в Сочи сезонными считались лишь три месяца в году, ушло в прошлое. Сегодня курорт круглогодичный. Поклонников межсезонья и горных лыж сменяют любители пляжного сезона. А это значит, что совсем скоро спросом на курорте будут пользоваться в том числе и частные объекты размещения. Глава города напоминает Адлерсам, что всю информацию о постояльцах хозяева должны будут передавать в правоохранительные органы. Это не просто рекомендации городской антитеррористической комиссии, а закон России обязательный к исполнению. Наша безопасность в наших руках. Если мы будем четко соблюдать те рекомендации, которые дает антитеррористическая комиссия, либо те рекомендации, которые дает полиция, то у нас ничего не произойдет. Надо просто бдительность проявлять и постоянно сообщать о подозрительных предметах, о подозрительных людях. Ну а то, что законы требует Российская Федерация, вы просто обязаны делать. Просто давать информацию в тот же день, когда поступают к вам гости, передавать полицию в том виде, который полиция требует. Это закон. Понятно? К слову, штраф за несоблюдение принятого порядка до 800 тысяч рублей. Еще один важный вопрос, который необходимо решить перед приемом гостей – это чистота и порядок. Что касается городской среды, то здесь нареканий нет. Этот вопрос держат на контроле власти. А вот в спальных микрорайонах картина противоположная. Причем как во дворах многоквартирных домов, так и частных. Именно там вырастают объекты, со строительством которых руководство города борется регулярно. У вас были гаражи. Сегодня все дворы позастроили. Там у вас ларьки, которые вы в аренду сдаете. Машины ставите на проезжей части. Ну это же совершенно неверно. Это беда адвара. Прекращайте это делать. Есть машина, должен быть гараж. И все гаражи верните, пусть они будут гаражами. Понятно это? Благоустраивать деленные зоны и регулярно вывозить мусор. Делают ли это управляющие компании, как именно, также проинспектирует глава курорта. Ну а сами жильцы привести в порядок свои дворы, площадки и в целом придомовые территории смогут на очередном общегородском субботнике 22 апреля. Машины для вывоза мусора предоставят администрации районов.